День физкультурника День физкультурника Чем они отличаются друг от друга? А вот это мы сейчас и узнаем Ну и вопросики у тебя, Сонь Но у меня есть на них ответ Разница между физруком и физкультурником Такая же, как между физрой и физкультурой Все смеетесь, а я все всерьез Сейчас вам все объясню Всем известно, что физра это такой урок На котором мы играем в спортивные игры Сдаем нормативы и бегаем кроссы Чем больше рекордов ты поставил, тем больше ты и молодец Поэтому физра это что-то про спорт и достижения Конечно, правильно этот предмет называется физическая культура Но как-то так получилось, что вместе с сокращением его названия Сократился и смысл этого понятия Потому что физическая культура это совсем не про спорт Это про здоровый образ жизни В него входят такие понятия, как делать зарядку по утрам Делать пробежки, делать гимнастику Нужно следить за своим питанием, за рационного питания, что ты кушаешь Самое главное на протяжении всей жизни Следить за собой, заниматься Как молодому поколению, так и нам, ветеранам Спор Физическая культура это целая наука О том, как сохранить и укрепить здоровье человека И дело тут не только в спортивных упражнениях Ты можешь отжиматься сто раз в минуту Бегать кросс быстрее всех из своего города Прыгать два метра в длину Но если ты при этом питаешься чипсами И заплываешь это все газировкой Физкультурник из тебя уж такой Без здорового питания здоровое тело не получится Поэтому хочешь быть в форме, следи за тем, что ты ешь Еще одно правило Умей правильно трудиться и отдыхать Конечно, отдых должен быть активный Особенно в каникулы Надо проводить время на свежем воздухе Играть в подвижные игры И поменьше сидеть в гаджетах Хоть это интересно, но это совсем не физкультура Долго сидеть в гаджетах это вредно Кстати, это касается и уроков Именно поэтому в школе есть перемены и уроки физкультуры Чтобы у нас было время подвигаться Попрыгать, побегать Иначе мы совсем без здоровья останемся Кстати, об уроках физкультуры Я вот решаю, вернее, разрешаю на уроках физкультуры У меня они и кричат, и визжат Есть даже игры обязательно, где надо орать очень громко Допустим, изучаем мы легкую атлетику по программе, да? Ну, беговые виды Так дайте догонялки Вот у меня где-то за 50 видов догонялок всевозможных Почему нет? Почему не дайте? Или там прыжки изучаем Дайте игры с прыжками Не уроки, а мечта Прыгать в классики Играть в казаки-разбойники И догонялки И при этом становиться здоровее Сильнее И, конечно же, веселее И никаких нормативов Вот такая физкультура мне нравится И, кстати, для нее учебного года ждать не нужно Ну что, отметим день физкультурника правильно? Четвертый месяц идут эти летние каникулы Надоели На самом деле нет Какой она будет в эпоху коронавируса Узнал мой брат Артем И сейчас нам об этом расскажет Прошлый учебный год оставил с собой Немало вопросов В этом учебном году Этих вопросов не меньше Давайте разберемся вместе Первый вопрос Начнется ли этот учебный год как обычно? Или мы так и будем сидеть дома Пока вся эта история с пандемией не закончится? Этот вопрос мы задали Ульяновскому министру образования С 1 сентября мы приходим в школу И мы будем учиться в очном формате Я думаю, что многих интересует вопрос И наверняка тебя тоже А перейдем ли мы на дистанционный формат обучения? Могу сказать, что дистанционный формат Никогда не станет основной формой в образовании Все будет как обычно Классы не будут делиться по 15 человек Уроки будут идти по расписанию Все занятия у класса будут проходить в одном кабинете Только физкультура будет на улице и спортзале Перемены тоже будут по расписанию Но у каждого класса в свое время и в своем месте Но вот вопрос Что будет, если в классе кто-то заболеет коронавирусом? Сразу понятно и у этого ребенка И у всех остальных контактных детей А я напомню, что дети у нас находятся В отдельно взятом кабинете В отдельно взятом учебном классе Соответственно, у всех будет взят анализ на коронавирус И по рекомендациям Роспотребнадзора Этот класс будет отправлен на 2 недели карантинно Отчего у нас точно спас коронавирус Это от переводных экзаменов А вот ВПР все равно будут проводиться По ним учителя смогут определить Что мы забыли за лето, а что все еще помним Так что оценок не будет В общем, все будет как всегда Только на входе в школу нам будут измерять температуру И обрабатывать руки Маски и перчатки на уроках носить будет не нужно А вот выходить из класса на переменах придется Дети все равно получат возможность движения В рекреации, выхода из кабинета Для того, чтобы он мог проветриться Мог специально пройти обработку кабинета Где уборщицы будут это сделать А ребята в это время будут в рекреации Как проходили перемены активного отдыха Они будут, но по своему определенному графику В общем, наши бесконечные каникулы подходят к концу 1 сентября все школы ждут нас на линейках Единственное, что сможет помешать Это изменение обстановки с коронавирусом Но об этом обязательно сообщат отдельно Как вам погодка этим летом? По-моему, отлично Солнечно, жарко Иногда, конечно, дождики немножко Но в целом, лето удалось в Ульяновске А вот удалось ли оно в других странах? Узнаем у наших международных корреспондентов Где вы хотели отдохнуть летом 2020 года? Я бы хотела отдохнуть в летнем лагере, на пикнике с друзьями Но из-за коронавируса этого не случилось Но погода хорошая, можно отдохнуть и в городе Когда одним повезло с летом, у других льют проливные дожди Например, у нас летом мы отдохнули как следует А в Новой Зеландии зима Как же отдохнули наши друзья из разных стран? Им слово Привет! С вами Данайя И Олимпия И жаркий грец У нас летом очень жарко И на нити летит яркая шовушка Иногда природа любит умываться прохладным пустиком Жаль, что он так быстро кончается И мы не успеваем пошлепать по луну, по зольчикам и грязинам и сапож Зато мы можем почти каждый день играть на детской площадке В Англии обычно погода хорошая и шелчная Но иногда идет дождь и очень холодно Я живу в Канаде В этом году у нас летом очень жарко И мы каждые выходные едем на луну Мы улез губаем, загораем Тут с нами очень хорошо Мы каждым летом очень жарко И душно Поэтому мы каждый день едем морозом У нас в Турции жарко 40-40 градусов 47 градусов Ужас! Очень Даже лучше в жару Прямо дома прятаться Или в холодном досугу сидеть С холодной водичкой Я живу Ларин Это моя поджима Привет! И я живу в Австралии Тут полная зима Пусть здесь и нет снега Пока! У вас есть вопросы, на которые нет ответа? Тогда вам точно к нам Мы такие щелкаем, как орешки Не верите? Смотрите Привет! Здравствуйте! Или добрый день! Подскажите, пожалуйста Как сильно надо махать руками, чтобы взлететь как птичка? Варвара, как бы вы ни старались К сожалению, взлететь как птица У вас не получится Дело в том, что у птиц Зарополёт включает грудные мышцы И их доля составляет около 15% от массы всего тела Это очень много, по сравнению с человеком Ну и плюс, даже в этом случае У птиц есть ограничение по взлетной массе Она составляет около 12 кг То есть птиц, которые превышают 12 кг Они, в общем-то, не способны к активному махщичному полёту Это связано с ограниченной мощностью мышцы Хотите, чтобы мы ответили на ваш вопрос? Запишите его на видео и отправьте нам на эту почту А мы постараемся, чтобы без ответа он не остался Жаль, но наш выпуск подошёл к концу Через две недели мы обязательно увидимся Проведите их не скучно И наш инструктаж по погоде вам в этом поможет А я прощаюсь с вами, до скорой встречи, пока! Всем привет-привет, меня зовут Семён Семёнов Я вам расскажу о сегодняшней погоде Ещё не жарко, но придёт ещё жара Мы за это лето ещё успеем отдохнуть Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!